В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! 1 июня отмечается День защиты детей. В честь этой важной даты мы решили поговорить о детском здоровье. В гостях у нас Евгения Воробьёва, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Министерства здравоохранения Приморского края. Евгения Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос хочется такой задать. С какого момента мы начинаем следить за здоровьем нашего ребёнка? За здоровьем ребёнка мы начинаем следить не с момента рождения, как многие думают, а с момента даже планирования ребёнка, потому что в первую очередь нужно сначала подготовить маму к тому, чтобы она была защищена от всех вакциноуправляемых инфекций. И после этого уже, когда мама будет подготовлена, соответственно, ребёнок рождается, и вот слово «первая прививка» он как раз слышит в родильном доме. Ага. Знаете, тогда я немножко отойду от темы детей. Мне хочется спросить, а какие же угрозы могут быть для беременных мам? Да, вот каких прививок они не поставили, какую-то инфекцию словили? Вот что угрожает беременным? Ну, в любом случае, как и для взрослого, как и для ребёнка, да, есть обязательные прививки. Для взрослого населения, в том числе для мамы, конечно, в первую очередь, обязательно вакцинация против дифтерии столбняка. Если есть возможность, конечно, и сделать профилактику против коклюша. Конечно, это вакцинация против гепатита B, против краснухи, чтобы мама не заразилась краснухой во время беременности. Сейчас это очень актуально, это вакцинация против кори. Кроме этого, если идёт сезонный подъём заболеваемости, такой как грипп, то обязательно вакцинация против гриппа во втором-третьем триместре беременности будущая мама должна провести вакцинацию. Ну и, конечно, это же вакцинация против новой коронавирусной инфекции, то есть особенно те женщины, которые состоят в группе риска. А зачем нужны прививки детям? Ну, вообще, для чего нужна прививка? Потому что прививка на сегодняшний день – это надёжный и практически единственный способ профилактики инфекционных заболеваний. Ну, прививка делается для того, чтобы либо вообще не заболеть этим заболеванием, либо перенести его, но в лёгкой форме. И когда ставится первая прививка у ребёнка? Первую прививку, конечно, он получает с момента рождения, это в родильном доме. Когда малыш рождается, в первые сутки он должен получить прививку против гепатита В. Далее он получает уже на третьи сутки прививку против туберкулёза. И уже с этими прививками он выходит из родильного дома в поликлинику. И далее уже, начиная с месячного возраста, он может уже проводить вакцинацию в поликлинике у себя по месту жительства. Против туберкулёза этого вот этого? Да, на левом плечике, да. У всех отметинка. Что такое календарь национальных прививок? Что вот это вот за документ такой? Ну, начнём с того, что у нас вакцинация вся проводится в рамках нормативных документов. И в первую очередь это приказ Министерства здравоохранения 11.22Н от 6 декабря 2021 года. В которой прописаны, да, какие прививки должен получить ребёнок или взрослый в те или иные сроки или те или иные категории. Так вот, национальный календарь – это нормативный правовой акт, в котором закреплены все сроки проведения вакцинации, схемы иммунизации и, соответственно, категории людей, которым обязательно вакцинация. Наш приказ, он делится на две половинки. Есть национальный календарь профилактических прививок, который включает в себя вакцинацию против 12 обязательных прививок. И есть национальный календарь, даже не национальный календарь, а календарь по эпидемическим показаниям, в котором рекомендованы те или иные прививки, которые можно привить в рамках либо за собственные средства граждан, либо за счёт средства краевого бюджета. Я вот почему-то помню маленькую себя, и всё время мама меня таскала на какие-то эти прививки. Вот бесконечно. Ну, раньше было проще, скажем, да. В наши времена сказали, что надо сделать, и не было никаких ни отказов, не было никаких возражений. Все делали. Сейчас, конечно, немножечко стало работать педиатром, можно так сказать, если тяжелее, потому что прежде чем сделать прививку, мы должны получить информационное согласие от родителей. Родителей. Да. Для того, чтобы провести ту или иную прививку. И вот когда в детском саду, то есть это даётся заранее, информационное согласие о том, что в такое-то время будет проводиться та или иная прививка, соответственно, родители смотрят свой календарь, да, смотрят по состоянию ребёнка и пишут, да, согласны или не согласны. Некоторые родители могут провести вакцинацию не только в детском саду, кто, ну, беспокоится сильно, а могут прийти с этим же направлением и провести вакцинацию в поликлинике, по месту жительства, либо в любом центре вакцинопрофилактики и принести уже информацию о проведённой прививке в детский сад. А если ребёнок неорганизованный, то, соответственно, на прививку приглашают медицинская сестра или врач участковый. Но вы же, я так понимаю, ещё и педиатром долгое время были, и вот по вашим наблюдениям, дети вакцинированные и дети не вакцинированные. Кто чаще болеет? Ну, что касается, значит, болезни, да, то есть есть вакциноуправляемые инфекции, которые, да, мы можем предотвратить с помощью прививок, и есть обычные, да, инфекции. Но вот что сказать, если ребёнок привит по календарю, да, то есть против вакциноуправляемых инфекций, то некоторые прививки, они дают защиту и против других заболеваний. Вот, поэтому чаще всего болеют, конечно, непривитые дети. А сейчас ситуация с корью. Вот её уже как бы нет в Приморском крае, да, мы уже, слава богу, преодолели. Купировали, купировали очаги. Но несколько заболеваний всё-таки было отмечено. И что вот, что с этим заболеванием? Откуда оно вдруг взялось? Его столько лет не было. Ну вот, скажем так, вот пандемия, да, вот она показала, насколько мы уязвимы, да, в вакциноуправляемых инфекциях. Потому что разделилась вот этот временной промежуток на до и после. Да, до пандемии. Вакциноуправляемые инфекции, они были. Регистрировались, да, единичные случаи. Всегда были отказы от профилактических прививок. Ну, примерно их где-то было не больше 5%. Вот, согласно нормативным документам, для того, чтобы создать коллективный иммунитет, чтобы у нас население было защищено, чтобы не было таких вспышечных заболеваний, охват прививками должен быть составлять не менее чем 95%. Но пандемия показала, что многие сидели дома, вот, ограничительные мероприятия сделали своё дело, и мы не видели тех вакциноуправляемых инфекций, таких как ветряная оспа, как та же самая корь и другие заболевания. И вот наступил период после, да, то есть мы опять пришли в нормальное русло и начали прививаться. Вот, и мы видим опять же количество снижения отказов от прививок, и вот этот вот как раз всплеск и дал непривитые стали болеть. Поэтому на сегодняшний день, конечно, непривитые болеют чаще. Мы провели анализ причин непривитости и посмотрели именно среди детского населения. Так вот, на первом плане, большая часть отказов от профилактических прививок, конечно, составили это идейные антипрививочники. Это те, которые не прививаются против всех инфекций, да, то есть ничего на них не действует. Ну да, наверное, рассуждают, что раз раньше женщина боле рожала, замокала, понесла. Да, у них нет достоверных, все равно у них нет достоверных сведений вообще о всех вакцинах и так далее. То есть они оперируют тем, что когда-то было написано, и это уже давно пересмотрено. То есть нет под собой вот этой научной базы. И на втором плане, конечно, это были боязнь осложнений в поствакцинальном периоде. Но здесь не столько осложнений, сколько боязнь именно постпрививочных реакций. А постпрививочные реакции, они могут быть нормальны. То есть опять недостаточно сведений именно о том, как протекает поствакцинальная реакция. И вот здесь вот как раз задача педиатра донести эту информацию до родителей. То есть они такие, скажем, сомневающиеся. Я вот боюсь, но мне надо разложить все по полочкам, и тогда я пойму. Есть, конечно, те, которые считают, что прививка не нужна, что лучше переболеть в детстве. Это опять же неправильно, потому что на сегодняшний день можно перенести заболевание как в легкой форме, так его можно перенести и в средней степени тяжести, и в тяжелой форме. И могут быть отдаленные последствия после перенесенной инфекции. Мы, в первую очередь, боимся, конечно, осложнений. Не столько самоинфекции, сколько осложнений, которые дает. Вот, например, перенесенное заболевание корь может дать осложнения такие, как коревая пневмония, могут быть бронхиолиты. А самое тяжелое отдаленное последствие – это коревой панэнцефалит, который может развиваться даже через несколько лет после перенесенного заболевания. Поэтому вот эти моменты не до конца, может быть, проговариваются на приеме педиатрами. И хотелось бы именно донести до родителей, что на сегодняшний день все-таки наше общество является вакцинозависимым. И поэтому вакцинация нам наиболее важна именно в этот период. Ну, как раз вот опять же пандемия, да, она показала, мы не были привиты против коронавирусной инфекции, и вот мы получили вспышку. Или вот, допустим, вакцинация против гриппа, испанка, да, то до момента того, когда не было прививки, когда всех провакцинировали, мы остановили это заболевание. Ну, как с ковидом, по сути. Да. Хотя с ковидом, вот себя вспоминая, да, я не боялась там прививаться от гриппа, еще от чего-то. А вот от ковида как-то было страшновато. Потому что, опять же, всегда боятся чего? Боятся что-то нового. Конечно. А это не стоит бояться. Все вакцины проходят тщательный клинический анализ. Все это проводится, скажем, под четким контролем. Поэтому прежде чем, естественно, оно выйдет в массы. И наша самая главная задача, конечно, это безопасность пациента, чтобы не навредить. Ну, это, как это сказать, это лозунг доктора. Главное не навредить. Защитить, но не навредить. А как родителей, ну, я не знаю, успокоить, как родителей убедить в том, что прививка нужна, что надо делать? Ну, в первую очередь, конечно, мне кажется, это должно быть доверие между врачом и пациентом. Поэтому, начиная вот с самого рождения, да, когда доктор приходит в первый день к малышу на патронаж, патронаж, нужно начинать именно не только с гигиенических навыков, да, ухода за малышом и так далее, кормления, купания, гулять, но в первую очередь, конечно, это рассказывать о прививках. И каждый раз, когда ты приходишь на прием, ты потихонечку тоже доводишь до пациента новую нужную информацию. Именно ту, которая научно обоснована. Приводить данные о том, что у нас заболеваемость именно снижается, при вакцинации, да, о том, что какие могут быть именно поствакцинальные прививочные реакции, именно нормальные, да, в какие сроки они развиваются, чего бояться, а где, когда и бить тревогу. Обязательно, конечно, все эти моменты нужно проговаривать. И тогда, когда вот этот вот контакт будет между врачом и пациентом налажен, тогда никаких не будет отказов. Я это просто знаю по себе. Когда я начинала работать педиатром, в первую очередь у меня, конечно, был участок такой, скажем, на нем постоянно менялись врачи, и, конечно, всего боялись. И поэтому, когда я приходила на прием, начиная с первого патронажа, всегда говорила, а в первую очередь, а прививочки сделали в родильном доме. А дальше, как мы с вами будем прививаться? Следующая прививочка у нас должна быть месяц. Вот мы сейчас с вами наблюдаемся до месяца, вы потом приходите, и мы с вами делаем все необходимые прививки, которые положены в один месяц. Ну и дальше по плану. Ну и, в принципе, так вот, если информировать родителей, то и уровень тревожности, наверное, тоже снижается. Конечно, конечно. Потому что самое главное – это информация. И она нужная информация. Да, сейчас можно залезть в интернет, набрать там, для чего нужны прививки. На читаться и упасть в морок от страха. В первую очередь начнут выскакивать, не нужны, не нужны прививки, да, потому что вот мы сами не прививались, и детей не будем прививать. Нет. Когда касается себя, я хочу сказать, что взрослые начинают в первую очередь бить тревогу, потому что сколько было моментов, допустим, мама, папа не прививали с детства, не болели инфекционными заболеваниями, и вдруг ребенок оказался в группе контакта. Допустим, та же самая ветряная оспа, возьмем самую распространенную, или там, да, корь, в первую очередь они бегут к нам и спрашивают, как нам себя защитить, мы вот не болели и не прививались, мы хотим себя защитить. Я говорю, а ребенка-то привили? Потому что есть специфическая экстренная профилактика, да, то есть когда можно сделать прививку именно в определенное время, после контакта с инфекционным заболеванием. Нет, а зачем? Лучше пусть переболеть. Тогда почему вы тогда себя прибежали, в первую очередь, прививать? Ну, тоже можно переболеть. Нет, а за себя мы боимся. Вот так же нужно бояться за малыша, потому что, еще раз говорю, может ребенок перенести в легкой степени, а может тяжелый. И опять же могу привести пример. Ко мне приходила мама с ребенком, мы назначили прививки, то есть индивидуальный календарь разработали, они должны были привиться, и так получилось, что они не сделали прививки. Ребенок заболел ветряной оспой. Прошло время, он приходит, вот ко мне на приеме я смотрю, он весь, вот нет ни одного живого места, весь вот в этих отметинах, да, потому что при ветрянке самое главное, это минус, да, ткань, то есть вот эти вот как оспинки, вот. Рубочки. А мама говорит, вы знаете, когда ребенок после болезни подошел к зеркалу, посмотрел на себя, говорит, мама, я такой некрасивый останусь на всю жизнь, А если это девочка? Ну да. Я могу сказать по себе, да, я не была привита от ветряной оспы почему-то, хотя у меня была очень такая дотошная мама, но почему-то против ветряной оспы она меня не привела. Видимо, думала, что я переболею в детском саду, наверное, и как-то так, я не переболела. В наше время еще тогда и не было прививок, сейчас, видите, как медицина, она не стоит на месте, и появляются новые-новые вакцины. И вот на тот момент, да, многих вакцин не было, тоже ветрянки не было, не было дополнительно прививки против коклюша вот для взрослого населения, не было вакцины против менингококковой инфекции и так далее. Вот. И поэтому, конечно, мы не знали об этих дополнительных прививках. А сейчас ситуация изменилась, сейчас появились новые вакцины, есть возможность, и самое главное, чтобы, еще раз говорю, донести до родителей, и чтобы они не узнали не тогда, когда все сроки вышли для иммунизации, а именно заранее. И пришли, и сделали прививку не только себе, но и малышу. Ну, так вот, я о чем и говорю, что в детстве я не переболела, но я подцепила эту заразу в 25 лет. И переболела достаточно тяжело. Ну и что такое болеть ветрянкой в 25 лет? Ну, то есть ребенок, наверное, все-таки как-то проще переносит даже какие-то физические, там же нельзя мыться. Конечно. Ну, нужно мазаться вот этими вот всеми историями. Опять же, остались отметинки. Отметинки. Да, слава богу, их не так много, но одна осталась на лице, что меня несколько раздражает, назовем это так. Ну, вот поэтому надо все делать вовремя. Вовремя, да. Ну, и потом же все равно есть вот эта боязнь какая-то, да, уколов и так далее у взрослого населения. Поэтому нужно все сделать в детстве для того, чтобы можно было потом спокойно вести нормальный образ жизни. Как подготовить ребенка к прививке? Ну, сегодня, скажем, такой специальной подготовки нет. Главное, чтобы ребенок был здоров перед вакцинацией. Если он с каким-то хроническим заболеванием, то вакцинация проводится в периоде ремиссии. Ну, допустим, вот аллергики, да. Вот сейчас начинается период цветения, да. Вот прошли цветения деревьев, сейчас трав начнется, потом сорных трав и так далее. И если у ребенка есть к этому предрасположенность, да, к аллергическим реакциям, то, естественно, мы рекомендуем прививаться именно не в период цветения, а после. Даже, ну, если там у них базисная терапия какая-то своя проводится. Вот, поэтому все должно быть скорректировано заранее. А впереди сейчас вот летние школьные каникулы, да, три месяца, впереди потом школа. Что сейчас вот за этот период стоит сделать? Ну, скажем так, сейчас идет подготовка, да, перед поступлением детей в детский сад. То есть, опять же, хочется обратить внимание о том, что нужно привиться за месяц до поступления в детский сад, получить те прививки, которые еще недополучили, вот, или те, кто еще не начинал, разработать индивидуальный календарь и провести вакцинацию в максимально короткие сроки. Для тех, которые выезжают в летний период в школьные, там, лагеря, да, там, детские лагеря, там, пришкольные лагеря и так далее, вот, то желательно тоже позаботиться о том, куда едете, да, узнать там, какой район, что характерно, какие заболевания характерны для этого района, если это, ну, не наш, допустим, регион, да, вот, и обязательно, чтобы были прививки по календарю. Многие выезжают на период летний, ну, куда-то за границу с родителями. Желательно тоже, чтобы уточнили перед отъездом, какие заболевания характерны для того региона и также провести, ну, например, Африка, да. Всем известно, что Африка является менингитным поясом, поэтому туда обязательно вакцинация против менингококковой инфекции, вакцинация против желтой лихорадки. Наша территория считается, Приморского окраина, демичной по клещевому энцефалиту, поэтому дети, которые выезжают в лагеря, они должны быть обязательно привиты против клещевого энцефалита, потому что есть риск присасывания клеща. Та же самая прививка против кори, иммунодиагностику туберкулеза обязательно провести, потому что, ну, со всех, да, регионов могут стекаться дети в одно место. Ну, вообще, как бы, хочу сказать еще, в отношении детского сада, это вакцинация против полимелита здесь очень важна, потому что, когда в детский сад идут непривитые дети, а такие есть, их, конечно, маленький процент, но все равно их предупреждают о том, что если будет проводиться вакцинация против полимелита в этой группе, и это будет живая вакцина, то непривитые дети отстраняются детского сада на 60 суток. Или переводятся, если это есть возможность, в другую группу. Родители соглашаются с этим, но когда приходит время и действительно проводится вакцинация в этой группе, начинаются жалобы, почему провели, почему сделали, почему не отстранили того ребенка, которому делали, а моего только отстранили. Поэтому вот эти моменты тоже необходимо учесть. Учитывать. Да, и именно сделать прививки против полимелита до поступления в детский сад. И считается ребенок привитой, когда он минимум имеет три прививки, а не одну, как они считают, сделали, и все, мы сделали одну и побежали. Нет, три прививки тогда максимально защищен. Ну, июнь у нас всегда ассоциируется с Днем защиты детей, наверное, в первую очередь, 1 июня. Поэтому что пожелаете родителям? Ну, что пожелать родителям? Конечно, в первую очередь, чтобы ваши детки были защищены не только от каких-то других угроз, но и в первую очередь от вакциноуправляемых инфекций. Поэтому лучше, конечно, привиться заранее. Поэтому прививка защищает, работает, можно так и сказать, практически на 100%, я не говорю ровно на 100%. Поэтому, пожалуйста, прививайтесь, защищайте своих детей, чтобы они все были у нас здоровенькими. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о детском здоровье. В гостях у нас была Евгения Воробьева, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Министерства здравоохранения Приморского края. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова